Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН-ТВ. Меня зовут Александр Вальбан, программа «Разбор полетов» и в нашей Тель-Авивской студии вместе со мной Цви Зильбер, журналист, коллега и впервые Арик Нудельман, известный человек в Рамадгане, председатель в прошлом городского совета и одновременно директор музея Цетлиных, музея русского искусства. Вот как раз об этом музее у нас сегодня и будет разговор. Дело в том, что буквально на днях за 9 миллионов 266 тысяч фунтов стерлингов была продана картина, которая в недавнем прошлом располагалась именно в этом музее, картина портрет Маши Цетлиных, Марии, потому что по-разному трактуют. Эта картина входила в коллекцию семьи Цетлиных, которые в 59 году, нет, подарили раньше, а в 59 году был создан музей русского искусства в Рамадгане, а коллекцию в свое время из 50 с лишним картин они подарили еврейскому музею. Картина продана за, ну, на мой взгляд, достаточно баснословные деньги, я не специалист, но ощущение такое, по крайней мере, никогда ранее картина Серова за такие деньги не продавалась. В качестве продавца выступил муниципалитет Рамадгана. И я приведу одну цитату, как утверждает руководство, нынешнее руководство муниципалитета, коллекция семьи Цетлин, это 53 картины разных художников, она годами хранилась на складе удобрений под лестницами и так далее, чтобы ее спасти, муниципалитет Рамадгана принял трудное и смелое решение продать портрет Марии Цетлиной, чтобы за счет вырученных средств платить строительство нового музея. Скажите, пожалуйста, друзья, готовы ли вы поверить в чистоту помыслов нынешнего руководства Рамадгана? Арик, наверное, я с вас начну. Ну, я не руковожу этим музеем, я раньше держал порфель этого музея от муниципалитета Рамадгана. Для того, чтобы коснуться то, что произошло на самом деле на этой неделе, а история, она уходит довольно давно. Действительно, коллекция, которая не имеет, в принципе, цены, а то, что она продается десятки миллионов, это говорит о том, что она не имеет на самом деле цены, и была подарена почти 50 лет назад в Рамадган, и действительно она хранилась в ужасных условиях, и действительно были украдены десятки работ, и только в 96-м году открылся этот музей. Но надо понять, что это на самом деле сегодня это не музей. А то, что вывесит вывеска с названием музей, это не является музей. Музеем является то, что признано Министерством культуры. Музей русского искусства и дальневосточного искусства не является сегодня музеем, это является как бы отделом... Он не является музеем с формальной точки зрения? С формальной, да, с формальной точки зрения. Это очень важно, потому что по закону музеев, и надо понять, как финансируется вообще музей. Городской музей имеет бюджет городского совета, Это в зависимости от того, как хотят развивать культуру или искусство в городе. Музей имеет также дотации, это даже не бюджеты, это какие-то дотации и немалые от Министерства культуры. В зависимости от уровня музея, здесь есть закон по музеям, который распределяет от метража, от количества картин, от закупки картин, от количества выставок, которые происходят, и так далее, и так далее. Но все перечислено, и в зависимости от этого получают денежные средства. Еще один важный момент, откуда черпают деньги музеи, это фонды друзей. Все большие музеи в Израиле и в мире имеют фонды друзей, которые спонсируют, собирают деньги, покупают коллекции, обновляют коллекции и так далее. Есть еще очень много пунктов, по которым все эти пункты отсутствуют в музее русского искусства. Кроме одного, это деньги, которые выделяет муниципалитет Раматгана, или выделял до 1 января 2014 года. В Раматгане есть два центральных музея. Это музей современного израильского искусства и музей русского искусства. Это два, в принципе, больших, если можно назвать, больших музея. С 1 января этого года общий бюджет этих музеев сократился на 700 тысяч шекелей. Для того, чтобы понять в процентном отношении, что значит эта цифра, она равняется практически чуть меньше 50% сократилось. Это говорит о том, что новое руководство города вообще не заинтересовано в этих музеях. Это говорит о том, что в ближайшие 5 лет при сокращении в 700 тысяч шекелей, умножьте это на 5 лет, оставшиеся на 4, но в 5 лет имеется в виду с прошлого года, когда новая каденция началась, музей можно закрывать. Два человека с русского музея уже уволены в начале года. При отсутствии ни о каких выставках не может быть речи. А закупки новых картин, что требует Министерство культуры, это обязательно. Это не просто вы желаете или не желаете, это обязанность закупать новые картины. Поэтому то состояние, которое на сегодня оказался русский музей, при том, что у меня никаких покровителей, никто за ним не стоит, и город уже практически не стоит, то руководство музея не чиновники, не те, кого выбрал новую власть, а именно руководство этого музея. Не оставалось ничего, кроме как пойти на этот шаг. Я не говорю, сейчас это плохо, продали картину или это хорошо, потому что многие музеи продают картину. Мы об этом еще поговорим. Цви, а вот на твой взгляд, ты сам живешь в Роматгане практически, тебе это приятно или нет, то, что продают картину? Я живу в Геватаеве, но неважно. Я все-таки не буду пока это квалифицировать как преступление, я все-таки думаю, что это была просто большая ошибка, потому что я думаю, что господин Исраиль Зингер, новый мэр Аматгана, должен прекрасно понимать, что в дальнейшем средства массовой информации будут отслеживать, на что будут израсходованы эти деньги, эти 50 миллионов шекелей, которые были получены, поскольку не только средства массовой информации заинтересовали с этой темой целый ряд адвокатов и депутаты КНЕСТа, и комиссия КНЕСТа по государственному контролю и так далее. То есть провернуть какую-то комбину, я думаю, с этими деньгами не получится. Но я хотел бы заострить внимание еще на одном моменте. Первое по поводу, на нескольких моментах точнее, первое по поводу цены. Я считаю, что эта картина совершенно уникальна. То есть сегодня существует огромный рынок подделок. Подделывают Серова, подделывают... Авангардистов очень много подделывают. Стоят они, кстати, эти вот подделки, они фактически уничтожили рынок русского искусства вообще во всем мире. Но это картина из хорошего дома, что называется. Мибай Тов. То есть это картина, которой абсолютно ни у кого нет никаких сомнений в ее подлинности. И за это коллекционеры готовы платить огромные деньги. Известно, когда она была нарисована, кому она была... Это картина, у которой есть история. Есть история. Поэтому это очень повышает ее цену. Теперь нет никаких сомнений, что вот этот анонимный коллекционер заплатил бы и большую цену, если бы до этого дошел торг. Дошли бы торги. Потому что в следующий раз, если он захочет ее продать, то, несомненно, цена будет еще выше. И я не думаю, что он жалеет о том, что потратил такую сумму денег. Это далеко не первый раз, когда в Израиле музей продает какие-то свои экспонаты. Вот. Ну, например, я хочу привести пример. Один из музеев в Израиле в Кибуце, Кибуцный музей распродал всю свою художественную экспозицию. Не всю, но практически всю, да. Но что произошло? Они собрали вот совет. В этот совет входили люди, кибуцники местные, которые управляли этим кибуцем. Они мало понимали в искусстве. Но они установили некий принцип, некий критерий, что картины, которые были нарисованы в Кибуце, или картины, на которых изображены члены Кибуца, или какие-то здания и постройки. Короче, картины, которые имеют какое-то отношение к Кибуцу, продавать нельзя. Это была стратегия, стратегическая линия. Теперь по поводу портрета Марии Цейтлиной. Это фактически картина, которая имеет к музею непосредственное отношение. Это портрет хозяйки коллекции. Коллекция Цейтлиной... Это главная жемчужина. Коллекция Цейтлиных встречается, упоминается сегодня практически во всех серьезных учебниках по искусствоведению, по искусству. Это известная была коллекция. Это была действительно картина, которая имеет непосредственное отношение к этому музею, к этой коллекции и так далее. Мы с Ариком Нудельманом говорили на эту тему в эфире. И Арик тоже сказал, что он не поддерживал идею продажи этой картины. Он считал, что продать надо другую картину, скажем так, не такую ценную. Но почему-то вот сейчас позиция изменилась, решили продать именно эту картину. Я считаю, что это большая ошибка. Эта картина цены не имеет. Это картина, которую один из представителей аукциона, Кристи, сказал, который много лет работает на этом аукционе. Он сказал, что это самая прекрасная картина, которую он когда-либо держал в руках. И это действительно так. Я все-таки хочу считать, что это все-таки была ошибка и отсутствие какой-то ясной стратегии по поводу того, что должно быть в этом музее и что можно продать. Я хочу вас спросить, друзья, немножко о другом, с учетом того, что вы уже вскользь об этом говорили. Действительно, практика продажи картин из музеев, это диакцессия называется, если я не ошибаюсь, практика, когда продают какие-то экспонаты музея для того, чтобы приобрести новые. То, что произошло в данной ситуации, совсем по-другому, на другие цели собираются потратить, якобы собираются потратить вырученные деньги. Я подобное встречал в истории, может быть, вы меня поправите. Подобное было только в Советской России в 20-30-е годы, когда распродавали коллекцию Эрмитажа налево и направо. Но потом тоже это прекратили. Скажите, неужели в Рамадгане сегодня настолько плоха ситуация, что я вынужден вспоминать 20-30-е годы Советской России? Нет, нет, продают музей картины. Продают музей картины. Это распространенная практика. Продают, я об этом и говорю. Да, это продают, но не продают для того, чтобы построить новое здание. Абсолютно четко. В Рамадгане на сегодняшний день бюджет сегодняшнего Рамадгана составляет миллиард триста тысяч шекелей. Триста миллионов. Триста миллионов шекелей. На музее Рамадган тратит сегодня ровно миллион шекелей. Представьте эту цифру. Миллиард триста и миллион всего на музее. Причем это не только два музея, это еще и шесть галереи, которые относятся к городу. То, что вот это называется, то, что они продали картину, бог им судья. Но то, что они вообще прекратили финансировать культуру, это совершенно другие вещи. Меня, знаете, умиляет то, что в мэрии Рамадгана воровали. То, что по всей стране за 60 лет воровали очень много картин. И ЦВИЗ знает, как по всей стране у нас были, во всех офисах висели картины, люди выходили на пенсии, забирали с собой все, что там находилось. И так исчезли сотни колец картин начала прошлого века русского авангарда. Их здесь сотни были в Израиле. Я знаю, сегодня, на сегодняшний день, город, есть шикарнейшая коллекция. Очень дорогая коллекция, которая хранится в тех же условиях, в которых хранилась коллекция в Рамадгане 30 лет назад. Я не слышал ни одного... Под лестницей на складе. Что-то типа этого. Я не слышал ни одного депутата Кнеста, русскоговорящего, за 20 лет, кто бы поднял бы вопрос, что происходит с искусством русским. Я слышал в течение трех дней последних всех русскоговорящих депутатов, которые вдруг опомнились. Они никогда не были в этом музее. Они о коллекции Цетлинов узнали 3 дня назад. Один из депутатов сказал, это было 3 дня назад, вы не поверите. Он сказал, когда художник, если бы он знал, что он дарит эту картину, ее продадут... О чем можно говорить? Художник, который дарил эту картину. Он рисовал ее по заказу, получил за это деньги, на самом деле. Дарил эту картину в Рамадган, имелось в виду. Правила и делают, и работают для этого. Понимаете? То есть, демагогия дешевая. Никто ничего не понимает. Сегодня я читал, что все 54 картины продали. Один сказал, что 20 украли. А второй сказал, что 30 украли. Ребята, вы придите пойти, рисуйтесь. Вы не были там никогда. Я видел там Либермана на двух открытиях, я видел Софу Ландвер на двух открытиях. Я не видел больше никого там за все годы. Я хочу тогда спросить вас почти о том же, но по-другому. Стоимость картины, если мы ее переведем в шекель, то, что осталось чистыми, как принято, после вычета 12% для устроителя аукциона, 8,2 миллиона фунтов. Немножко не так. 8,2 это продажа. Плюс еще покупатель платил около миллиона. И мэрия Романгана закрыла договор, насколько я знаю, договор этот не видел, на 1%. Пускай на 1%. Тем не менее, почти 50, если перевести миллионы фунтов, почти 50 миллионов шекелей на то, чтобы построить, как говорится в пресс-релизе муниципалитета, новый музей. Я просто знаю, совершенно четко знаю, и несколько раз писал об этом. В Аждоде сейчас строится совершенно уникальный проект «Дом искусств». Три этажа в разных уровнях, море, все, великолепный проект, вот-вот его закончат. Стоимость проекта 25 миллионов. Какой дворец на 50 миллионов хотят построить в Романгане? Просто никто на самом деле не ожидал, что сумма будет такой. Я вам хочу сказать, что очень многие критикуют Сейбар, который был 25 лет мэром Романгана. Но так как он относился к искусству и культуре, многие не знают этого. Он последние пять лет, и, к сожалению, это было последние пять лет его каденции, в Романгане, в районе Биржи, есть 3000 метров площади, которые принадлежат городу. И на застройку, одна из самых крупных в Израиле компания должна застраивать небоскреб. И за счет того, что мы отдали эту землю на застройку, они должны были нам построить 3000 метров квадратных площадей, куда должен был переехать музей русского искусства. Это должен был быть огромный-огромный центр по искусству. Все на это мы должны были потратить вместе со строителями от города 15 миллионов долларов. Это примерно вот эти... Долларов? 15 миллионов долларов. 15 миллионов долларов на 3000 метров. Это огромный-огромный центр. Да, конечно. Он это не успел сделать на самом деле. Более того, я вам скажу. Хотя он очень любил искусство, но 4 года назад я у него в комнате снял две картины. Гончаровой. Гончаровой. На которых весили шляпы. Годами весили шляпы, они не знали. Я видел за день до аукциона я видел в муниципалитете один каталог, который Кристи прислал на оценку всех работ из этой коллекции, которые они сделали. И я не знаю, как они оценивали эти работы, потому что на самом деле я знаю цены этих работ. И если Гончарова могла быть оценена в 50 тысяч долларов, а Серов был оценен в миллион 500, то здесь была какая-то игра. Гончарова не может стоить 50 тысяч долларов. Она сама стоит миллионы. И у нас есть шикарные работы Гончаровой. То есть может быть какая-то игра самого аукциона здесь была, не знаю. Цви, извиняюсь, я хочу спросить тоже в этом контексте. Ты веришь, что всякие комиссии парламентские и так далее смогут проследить совершенно четко, куда будут потрачены вырученные деньги от продажи картины? Да, однозначно. Я просто хочу еще отнестись к тому, что говорил Арик по поводу того, что Романганский музей не признавался музеем и Министерством культуры. Вот здесь я тоже вижу проблему, Арик. Одна эта картина стоит больше, чем все содержимое нескольких музеев, которые, да, под патронажем Министерства культуры. В нашем Министерстве культуры, я не боюсь заявить об этом напрямую, есть полное пренебрежение ко всему, что связано с русскими, с русской культурой, с русским искусством. Поэтому, если Романганский музей назывался музей русского искусства, то, соответственно, Министерство культуры не брало этот музей под свой патронаж. Я думаю, ты не прав немножко. Это мнение. Это мое мнение. Нет, нет, технически ты не прав, потому что этот музей не стоял ни под одним критерием, не подпадал, который... Ну вот поэтому и не подпадал, потому что он русский. Нет, 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 ребят, ну не так. У нас есть всего лишь один зал выставочный. Не может быть музей с одним залом выставочный. Есть критерии, есть количество работников, количество выставок годовых, которые надо делать, количество работ, которые ты должен закупать. Это все должно быть музеем. Фактически мы можем прийти к другому выводу, что эти критерии неправильны. Эти критерии неправильны, потому что признавать или не признавать музей Министерство культуры должно быть на основании тех культурных ценностей, которые в этом музее хранятся. В этом может быть и правда. А то, что у них там какие-то критерии, которые выработали чиновники, которые, я уверен, ни черта не понимают в культуре, я даже совсем не удивлюсь. Есть проблема. И когда уже стало известно, что картина уехала на аукцион, Министерство культуры там попыталось что-то там вякнуть, призвать там мэра, не продавать там и так далее, и так далее. Это все как бы в пользу бедно. По своей линии. В пользу бедно. Я хочу сказать, что это даже не проблема Министерства культуры, это проблема израильского общества. Когда внук получает бабушкину квартиру, снимает со стены старую картину, выбрасывает ее на помойку, даже не проверив, что это за картина, и вешает вместо нее постер. Это состояние израильского общества. Это не израильской культуры. Израильской культуры, которая, как сказали бы в старые времена в Советском Союзе, в большом долгу. Последний вопрос к вам, друзья, как раз о том, о чем ты сейчас говорил. Готовясь к программе, я натолкнулся на интервью директора Метажа Михаила Петровского. Он, выступая в Лондоне на презентации английского издания книги «Проданные сокровища России», сказал следующее. Произведения искусства, поступающие в музеи, не являются собственностью музея или государства, они являются достоянием человечества. Они достались нам от предыдущих поколений, мы должны передать его будущим поколениям. Лично я не могу с ним не согласиться. Может быть, я такой наивный человек, я наивный человек. Но, как вы считаете, не может ли случиться так, что в скором времени... Сплывет эта работа в одном из музеев. В скором времени мы станем свидетелями презентации книги «Проданные сокровища Израиля». Цви. Трое подростков, доставленных в больницу в критическом состоянии после употребления наркотиков, купленных в киоске. У пострадавших высокая температура и галлюцинации. Думаешь, с тобой этого не случится? Смотрите, евреи это нация, которой приходилось на протяжении всей истории убегать. При этом надо было иметь что-то такое, что можно было быстро свернуть трубочку, положить под мышку и убежать. И чтобы в этом были вложены большие деньги. Поэтому евреи так занимались бриллиантами, занимались коллекционированием картин. Поэтому так много картин после Второй мировой войны привезли в Израиль и до Второй мировой войны. То есть, на самом деле, вообще даже трудно представить, сколько здесь есть высококлассного, очень дорогого и действительно очень ценного искусства, привезенного сюда из Европы. Если мы пойдем по пути, который декларирует господин Петровский, то мы фактически лишили бы этих людей возможности что-то с собой увозить. Я все-таки за то, чтобы здесь тоже как бы превалировало право отчастной собственности. Он говорил о продажах. Неважно. Все-таки в конечном итоге надо смотреть, кто является собственником картины. Собственником картины является музей. И я против того, чтобы мы в виде государства или в виде там еще чего-то запрещали продавать. Мы можем призывать, мы можем говорить, что да, это достояние всего народа Израиля, это достояние будущих поколений, это одна из лучших картин, которые есть сегодня в израильских музеях. Пожалуйста, не продавай. Но вмешиваться в законы собственности, я считаю, что ни в коем случае нельзя, потому что тогда все наше искусство будет выглядеть так, как выглядит у нас в Министерстве культуры. И в Рамадганского музея мы имеем все-таки собственника государства, не частное лицо. Мы не говорим про частные лица, мы говорим про государственную собственность. Да, но в любом случае, неважно, частное лицо или это юридическое лицо, как Рамадганский музей, неважно. У нас есть прекрасные частные коллекции, которые отдаются в музеи и так далее. То есть, я за то, чтобы здесь тоже действовали законы частного рынка и частной собственности, потому что без этого искусство превратится либо в то, что мы видели в Советском Союзе, то, к чему, видимо, является идеальным состоянием для... Да. Алик. Я хочу сказать, что, к сожалению, я много лет в политике, много лет в общественной работе. Я знаю все эти органы, как они работают. Мы абсолютно четко с вами знаем, что через 48 часов эта тема будет закрыта, забыта, похоронена. И если что-то случится, может быть, через пару лет где-то она промелькнет заново. Мы знаем, что никакие комиссии в Кнессете через неделю уже в этой работе не вспомнят. У нас появятся новые проблемы, новые вопросы. Один из тех примеров, вы помните эту войну за Иерусалимскую библиотеку? Да. Что? Сколько у нас есть тех точек соприкосновения с культурой русской? Русский музей, Иерусалимская библиотека, театр Гешер. Их на пальцах одной руки можно пересчитать. Никто этим не занимается. Даже того, что это принадлежит Рамаргану, то Иерусалиму, это государству. Это же надо как-то объединить. Я же не говорю, что у нас Министерство культуры и спорта. Этот министр за все годы ни в спорте, ни в культуре ничего не сделал. Я не говорю о том, что сегодня с десяток русскоговорящих депутатов и замминистры, и министры, и депутаты, и во главе комиссии стоят. Никто этим не занимается, потому что это не сексуально. Это сексуально вот сейчас сказать, пустить пыль в глаза и завтра это забыть. Я очень надеюсь, действительно, что Зингер не закончил на той неделе свою каденцию и политическую. Потому что, скорее всего, так оно и произошло. Потому что я читаю отзывы и встречаюсь с людьми израильтянами. С израильтянами, не с русскоговорящими. Русскоговорящим это меньше всего. Израильтяне болеют за эту коллекцию. Я не говорю, что Зингер просто закончил свою каденцию. Он сделал большую ошибку. Поэтому нельзя смотреть это как какое-то локальное происшествие. Это происшествие на всю страну. Это происшествие на то, что мы за 25 лет ничего не сделали для своей культуры. Может быть, кроме театра Гешер, который сумел вырваться на какой-то новый уровень. И все. Мы в политике продвинулись. Мы, может быть, как ученые продвинулись. Я знаю сотни художников, которые прозябают. Ни один музей, серьезный музей, может быть, кроме двух-трех художников, просто не буду называть их имена, мы все их знаем, которых впускают с выставками в серьезные музеи. Я знаю коллекцию 82-летнего шикарного советского художника, который привез сюда свою коллекцию. Хотел ее отдать в мой музей, в Рамадганский музей. Я не согласился взять. Именно это было 5 лет назад. Мы еще не знали, что будет продаваться картина. Именно потому, что нет никаких условий сохранить ее, выставлять ее, и чтобы ее потом не разворовали. К сожалению, это проблема не только русского искусства. Можно еще 5 копеек ставить. Я упомянул законы рынка. Мне очень странно, не знаю, может быть, Арик ответит. Арик был фактически, несколько лет фактически исполнял обязанности мэра Рамадгана. У нас сегодня столько русских туристов. У нас сотни гидов, экскурсоводов ищут, куда этих туристов еще повезти. Почему про этот музей ничего не было известно. У нас миллион русских туристов в год. Пусть 1%. Вот уже тебе 10 тысяч туристов, которые бы в год этот музей посетили, и там по 50 шекелей заплатили за вход. Или по 20 шекелей, по 40 шекелей. Мне кажется, что просто этот музей не раскручивали. Этот музей не пытались раскрутить. Его невозможно было раскрутить в том состоянии, в котором он находится сегодня. Один выставочный зал ты не можешь раскрутить ни для туристов, ни для бизнесменов. Это не подходит для раскрутки. Для раскрутки подходит музей в 4, в 5, в 6 залов, где одновременно идут 6-7 выставок разных художников, разных скульпторов. Тогда можно что-то делать. В этот музей нельзя. Это, я думаю, отдельная тема. Здесь тоже есть о чем говорить и о чем спорить. Спасибо. Спасибо вам, что... Спасибо. Замкнутый круг получается. Не совсем. Я верю, что это не замкнутый круг. Будем говорить спираль. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, что были с нами. И, как говорил один известный телекомментатор, мы будем следить за развитием событий. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok